А события показывают, что всё это похоже на долго. Участники блокады не разъезжаются и остаются на редутах. При этом железнодорожные ветки уже под контролем Нацгвардии и полиции. Товарообмена через линию фронта на сегодняшний день нет. О двойной блокаде Руслан Смещук. Блокада сегодня это два в одном. Линия разграничения под двойным замком. Её блокируют и официально, и не очень. Хотя начиналась неделя как раз с попытки блокаду снять. В понедельник полиция и Нацгвардия мобильными кордонами перекрыли все подъезды к редуту на станции Кривой Торец. Не пускали никого. Давайте вообще никого не будем в святые. Как бы у нас есть задача и команда, что нас запрещено снимать. И нас, и технику, и сооружение, и местное нахождение. Мы ничем не можем помочь им. В это время участников блокады задерживают. Более четырёх десятков блокадщиков развозят по райотделам полиции. Позже они рассказывают, сперва на редуте появились сотрудники СБУ, проверили у всех документы, в том числе и на оружие. Потом потребовали, чтобы стволы передали им на хранение. Участники отказались, им начался штурм. После чего, через пять минут, к нам подлетели вот эти вот орлы. Вот точно в такой форме, с точно такими шевронами полиция. В балаклавах, на двух зелах, с пальбой из автоматов. Начали избивать людей. Были все избитые, все были одеты в наручники. Я не вижу такого, чтобы кто-то кого-то там разгонял. Были затриманы люди, с ними проведена была работа, и их отпустило. Но мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных мест и сил люди гуляли за оружием. Тем временем, по разблокированной железнодорожной ветке, начинается движение поездов. Во время блокады ничего не было, никакого движения. Ага. А сегодня? Ну, я говорю, сегодня вот третий поезд. Но в штабе блокады заявляют, что попытаются восстановить редут в кривом торце. На блокпостах даже дошло до столкновений со стрельбой. Где закон? А в среду неожиданный поворот. Решение из Киева меняет расстановку сил СНБО и президент объявляют свою транспортную блокаду. Ихняя самозваная руководитель, за указанностью Российской Федерации, конфискувала и захопила украинские предприятия. Попередняя вартость отбранных активов доревняется миллиардам долларов. Пропоную Раду национальной безопасности и обороны Украины ухвалить решение про тимчасовую, полную, зупинку транспортного и, до речи, не лише залезничного сполучения с окупованной территорией. Воно деятиме доти, пока оккупанты не повернут назад под юрисдикцией Украины вкрадене украинские виробництва. Выняток, что до перемещения вантажей будет сделано лише для гуманитарных вантажей. Теперь железнодорожные узлы уже блокируют нацгвардии и полиция. Что же делать старожилам в редутах? По логике они должны разойтись. Но нет, остаются блокировать блокаду. Тем временем на железнодорожных ветках движение через линию фронта останавливается. Поезда ходят только на подконтрольные станции. Я ходил, электричка так не ходит, нормально. Никто не мешает, никто ничего. А вантажник? Нет, вантажник не ходит. А электрички, они куда направляются, если проходят? С Финольной и туда, в сторону Славянска. Вообще не ходят. Электрички ходят поездами. А раньше, вот как часто они ходили до всех этих действий? Довольно часто. Минут 10 каждый поезд. Зато волноваться начали люди, которые живут на оккупированных территориях. Это пункт пропуска Майорск под Горловкой. Через него проезжают жители Луганской и Донецкой областей. Всего за несколько километров отсюда идут постоянные бои. А на самом КПП не протолкнуться. Как только люди узнали об общегосударственной блокаде, количество желающих пересечь линию фронта значительно увеличилось. Кто-то едет за товарами и продуктами, кто-то за деньгами и документами. Если я в 3 утра займу очередь, есть шанс, что я пройду где-то часа в 4-5 вечера. Есть шанс. Ноги не проходят, остаются. В плане провоза каких-то продуктов, вот что-то изменилось или нет? Пока, так не ощущаем. Вот стоим уже двое суток со стороны Горловки. И никаких делов. Вы ехали в 5, и вас не можем забраться. Мы двое суток маяемся. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности недели телеканал Интер.